Представляю вам судейскую бригаду титульного поединка. Боковые судьи Серджио Сильви Италия, Франциско Айоза Росса, Испания, Николас Идальго, Венесуэлла, рефери Иракли Малозония, Россия, супервайзер WBC Оксана Семенишина, Литва, супервайзер Федерации бокса России Сергей Хурсанов, Россия. Представляю вам, Саверников, в синем углу, боец из города Волгодонск. Ему 35 лет, рост 189 сантиметров, вес 90 килограммов 700 граммов. Профессиональный рекорд 28 боев, 24 победы, 23 из них одержаны нокаутом. 4 поражения, экс-чемпион WBC Сильвер Дмитрий Кудриша! Его соперник в красном углу, боец из города Екатеринбург. Ему 30 лет, рост 196 сантиметров, вес 90 килограммов 650 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев, 8 побед, 6 из них одержаны нокаутом. Одно поражение, 14 номер рейтинга IBF. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко! На середину. Соблюдайте правила внимательно слушайте моей команды. Пожмите руки. Удачи. По углам. А возраст, рост вес бойцов на ваших экранах на 7 сантиметров выше Евгений Тищенко. Но, знаете, сейчас мы так посмотрели, когда они были в центре ринга. Не сказать визуально, что сильно выше Евгений. Да, действительно, соглашусь, что это прям такая действительно колоссальная большая разница в рознике. Ну что ж, русская куалка начинает быстро. Джеба в корпус. Ну, многие говорили, специалисты, что будет так начинать именно с дистанции. Хорошо. Два ответа от Евгения. Ну и посмотрим, какую работу над ошибками сделали оба. И Кудряшов после поражения от Евгения Романова, и особенно Тищенко. Да, очень много слышали, что очень большое количество. Все стоит у накаму этих боксеров. Очень многое точнее. Разговаривал я, кстати, тоже еще с одним профессионалом. Он сказал, что предварительно 80 на 20 в пользу Тищенко. Главное сейчас там первые шесть раундов ничего не пропустить серьезного. И потом уже можно работать. Посмотрим. Посмотрим. Разрез попадает Евгений. Ну, Дима однозначно вышел вырубать. Я думаю, тут многие со мной согласятся. Ну, у Дмитрия вообще старт такой стиль очень доминирующий. Панчер, да. Мы знаем, что во многих поединках в углу подсказывают, это боксинге. Надо просто драться. Ну, кстати, наверное, Женя здесь чуть-чуть даже повезло в том плане, что Дима, возможно, не такой быстрый, как Тоби Самчуна. Более бьющий, но не такой быстрый, так скажем. Ну, по крайней мере, пока. Ну, подбирается, 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 подбирается. Дмитрий Кудряшов. Делать замечание у Тищенко Малозонья и Раклищенко. Тищенко много выбрасывает очень ударов. Все правильно. Хорошо для него. Все правильно. А Дима ищет момент, чтобы воткнуть самому. Пока джеб в корпус. Левый боковой лобот блока от Тищенко. Тут он пользуется рычагами на дистанции. Хороший джеб от Тищенко. Отлично. И до слайма второй этап и попал там справа Евгений Тищенко. Ну, Кудряшова таким пулеметом не удивишь. Он ждет своего момента. Он ждет своего момента. Формула поединка 10 раундов. На кому пояс WBC International, вакантный. Так продолжают Евгения Тищенко двигать по версии WBC. Бой с Тобисом Чуду был за WBC Silver. До этого были пояса WBO Intercontinental у Евгения. Но вот, кстати, Дмитрий Кудряшов в свое время также дрался за WBC. Силвер и тогда проиграл Маклай. Нокдаун. Нокдаун считает Дмитрию. Говорит Дмитрий, что отступился здесь, но Рикки не открывает счет. Другое дело, что это конец первого раунда. Но Тищенко не полетит добивать, скорее всего. Хотя сейчас так выбросил паул в силовый удар Евгений. Хорошо, но вот джемом так лёстко щелкнул здесь Евгений. Отличный апперкос от Евгения Тищенко в начале второго раунда. Дмитрию Кудряшову уже нужно что-то делать поактивнее с учетом нокдаунка. Хорошо, сейчас заряжает здание руки Евгений. И вкладывается, вкладывается в удары. Да, многие предполагали, что в первых раундах как раз таки вот так будет идти вперед Дмитрий. Ну, возможно, Евгений Тищенко подумал, что сможет. А вот это было попадание. Да, подогнулись ножки уже у Евгения. Да. Кудряшову нужно развивать успех. Развивать, больше выбрасывать. Есть ли силы? Дарф Туловича от Дмитрия. Отвечает Тищенко. По-моему, пришел в себя Евгений уже. Так, немножко подразорвал дистанцию. Вспомнил Женя про джеб. Ну, а Диме нужно сокращать дистанцию. И работать. Отлично попадает снова джебом Евгений. Здесь не достал справа Дмитрий Кудряшов. И пока такое ощущение, что по скорости все-таки значительно есть преимущество у Евгения. Да, впевает он очень многое. Ну, либо Дима не включился еще, хотя, в принципе, он никогда не был супер. О, опасно. Опасно, два ударов блок. Приклеивается здесь, конечно же, Тищенко. Двигаться, двигаться. То, что нужно Евгению. Джеб, джеб. Ух, Кудряшов начал. Начал работать. Начал чаще выбрасывать вот этот свинг справа. Нельзя, нельзя застаиваться здесь, конечно же, Евгению. Отвечает он по корпусу. И еще раз. Еще один туда же. И хорошо сейчас еще раз. Сверхи на такую паузу начинает защищаться много. Вытягивает, пытается на себя. Звинг справа от Дмитрия Кудряшова. Хорошая комбинация от Евгения. Хороший аперфор слева. Чистый. Чистый и точный, да. Снова хорошая комбинация от Евгения. Ну, слушайте, пока что бой оправдывает вообще все ожидания. Это не какое-то джебо-фехтование, да. Здесь силовые удары со стороны Евгения Тищенко. Бой-то зрелищный. Вот так заряжается на правую руку здесь Дмитрий Кудряшов. На месте руки там у Евгения. Отзащищался Тищенко. И уже первая гематома под левым глазом у Кудряшова. Это чисто от пропущенного удара, коллега. Хорошо сместился. Подзакрутил Тищенко соперника. Джеб и в корпус слева. И повторная атака бы не помешала Евгению. И подгон, свинг справа от Кудряшова. Двойной джеб, сдвоенный джеб и справа. И больше ничего не делает. И вот такие были наставления в углу Дмитрия Кудряшова. Посмотрим. Обменялись. Сейчас ударами. Ну, Евгений Тищенко. Вспоминай про джеб тоже. Хорошо. Сдвоенный джеб и тут же в корпус от Евгения. Здесь не донес удар справа Дмитрий Кудряшов. Есть у Тимы небольшая такая проблема. Удар у него убойный. Но вопрос с донесением удара встает периодически. Так хорошо продернул, так скажем, своего соперника. Здесь Евгений на ногах. А вот и правый прямой от Кудряшова. Это, как мне показалось, больше по защите было. Сейчас серия по защите уже от Тищенко. От джеб попадает Евгений. Первую минуту третьего раунда вроде так хорошо активизировался там Дмитрий Кудряшов. Сейчас от Тищенко. Джеб, джеб от Тищенко. Дима взял паузу. О, хорошо. От Тищенко. Попал Евгений. Двоечка. Так прошил, надо сказать, своим прямым защиту здесь Дмитрия. Но не может пока Тима выйти на одну дистанцию и зацепиться за Евгения. Зря взял паузу Тищенко, мне кажется. И дает подойти к Кудряшову. Клинч. Инициатором клинча является, конечно же, Евгений. В данной ситуации. Подойти и ударь. Пить справа, подсказывает Кудряшову. Один из которых апперкот от Евгения. И апперкот и вообще, в принципе, такое хорошее оружие по ходу этого поединка, как мы видели. Выцеливает, выцеливает очень долго, выцеливает для себя Дмитрий Кудряшов. Но пока какого-то развития после этого нет. Ох, хорошо сейчас попал слева Тищенко. Так, вразрез успел опередить за секунду до начала атаки. Так, сбил даже на атаку Кудряшова. Кудряшов плотно встает на ногах, видимо, планирует сейчас поработать тут. Промахнулся. Хороший удар. Вот, попал сейчас. И сам боковым бросал очень опасно. Будет ли спинут от Кудряшова в концовке раунда? Вот в чем вопрос. По идее, нужно здесь что-то сделать Дмитрию. Но пока не дает Тищенко. Да, там от защищал, убрал голову от этих ударов Кудряшов. Но сам ничего не сделал при этом. Покажи Капу. Капу покажи. Бакс. А у нас тем временем четвертый раунд. Приближается дело к экватору потихонечку. И нужно отметить, что оба бойца проходили дистанцию не то, что в 10, в 12 раундов. Поэтому, по идее, с функционалкой должно быть более-менее. Но, по крайней мере, из того, что увидел у Тищенко, он проиграл Мчунову, но не устал. Не устал, хотя и проиграл. Ну и Дмитрий в предыдущем своем поединке провел 12 раундов. Правда, немножко в другом весе. Потяжелее. С Евгением Романовым бриджерой, так называемый. Не достает справа сейчас Дмитрий Кудряшов. Слева попал. Не забывает про плечо. Есть, кстати, время. Есть время у Тищенко. Берет Кудряшов паузу. Есть время у Тищенко подготовить контратаку. Вот сейчас по корпусу достал Евгений. Дмитрий. И пока так действительно обстреливает, обстукивает. И это монотонно так с дистанцией расколачивает, расколачивает сериями. При всем при этом Кудряшов пока ждет, выцеливает. Он ждет, когда может потерять концентрацию Евгений. Либо когда Джеб станет чуть-чуть поленивее, тогда можно будет сконтрить. Но при этом большое количество ударов Дмитрий принимает на себя. Ну, как сказать, где-то он уходит. Где-то он уходит все-таки. Но пропускает он больше, чем доносит. Да, пожалуй, да. Тут соглашусь. Ну, все-таки длина конечности, да, и правильно, и не пользуюсь, что тут лучше рассказать. Ну, и Кудряшов по скорости не мчу, ну да. Давайте уж честно. Стих совсем другой. Все-таки панчер есть панчер. Он, с одной стороны, есть преимущество этого стиля, с другой стороны, где-то он даже заложник своего стиля. Все пока неплохо складывается для Евгения Тищенко в этом бою. Отлично. Джебом в пилотан своего соперника. И левый в корпус. Вот уже из угла активно подсказывают Дмитрию Кудряшову, что действительно очень сильно он пережидает. Очень большое количество ударов он принимает на себя. Повыше бей. Подсказывают, дай не ближе, и ударь право. Попадает Кудряшов, но и все. Но заметьте, насколько, да, не быстрый был тот удар, и его Евгения Тищенко бидел. Отмечает Тищенко. Отмечает Тищенко, да, от Евгения. Еще несколько комбинаций от Евгения. Ну, в этом поединке, можно сказать, даже Евгений пулемет Тищенко. По сравнению с предыдущими бойами. Ну и опять-таки, префразирует... Капа, не спеши. Бакс, бутылка. Наслаевый, Наслаевый. Вторая половина боя за тобой. Такие были наставления от Мирхакина Сабурова и Евгению Тищенко. Джеб, джеб, шаг назад и бей слева. А не дает, не дает подойти к Кудряшову Тищенко теперь для того, чтобы врезать. Прекрасно, Женя, он понимает. Там был эпизод, кстати, выбросил дальнюю руку правую Дмитрия и натянулся. Не очень плотно, не очень акцентированно он это сделал, правда? Вот как ты считаешь, коллега, динамит в перчатках у Кудряшова еще остался? Или все-таки вот эти удары, даже которые он доносит, они немножко затянутые и такие уже чуть-чуть ватные где-то? Как ты думаешь? Коллега, у Дмитрия были и моменты, когда и в седьмом раунде он одерживал досрочную победу. Но мне кажется, чем дали более поздние раунды, заходят хорошо, как попал Евгений сейчас в корпус. Тем меньше сил остается у Дмитрия Кудряшова и Кудряшова. Все-таки очень много ударов напускает, принимает защиту. Вот сейчас можно подразлететься Тищенко, уже на выбор здесь практически. Но Дима может ватнуть в пульприз, а все-таки может ватнуть, поэтому Женя здесь очень аккуратен. Снова хороший удар в туловище от Евгения. Здесь после удара в туловище хорошо бы, да, в голову. Потому что Дима опускает руки и здесь по идее, да. Но ощущение, что очень сильно не успевает за своим соперником сейчас Дмитрий Кудряшов. Он вроде где-то начинает реагировать, но уже не хватает ему скорости и реакции, видимо. А ее хватало раньше? Но были моменты, когда... Вот тут сейчас попал справа Дмитрий. Ну вот опять смотри, раз и даже здесь не достал Дима. Подойди поближе, но попробуй подойти. Пока Дима подходит поближе, он уже успевает насобирать голову. Да, Евгений очень много выбрасывает ударов, накидывает очень много легких ударов. Хороший удар с дальней руки снова. Конец пятого раунда. И складывается такое впечатление, что Дмитрий Кудряшов по стилю пока удобен Евгению Тищенко. Но смотря на свой пушечный удар. Да, 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 да. Которого мы тоже вот пока не видели в этом полиге. Слушай, но вспомним бой у Рванова против Ото Джозефа. Я, конечно, не хочу там такую прям совсем аналогию проводить, но в принципе то же самое. Единственное, что может быть менее разнообразен Тищенко, и особо там не выпендривается. Вот снова сдвоенный джеб от Евгения. О, хорошо, сейчас передней рукой попал в данном случае правый Тищенко. Вот. Справа попадает Дима. Нужна концовка Кудряшову? Поединок он проигрывает. Давайте называть вещи своими именами. С учетом нокдауна в первом раунде. Тем более. Там работай, сам работай. Очень активно подсказывают из угла Дмитрия Кудряшова, но... Шестой раунд. Сразу с туловища начинает здесь Дмитрий Кудряшов. Вот, вроде бы просыпается, но тут же получает в ответ. Быстро. И, пожалуйста, еще раз. И еще раз точно. Туда же попадает Ангений. Там шапперкот. Вот как-то не спасает Диму от пропущенных ударов, не маятник, вот эта попытка шолдер-роллера. Вот, пожалуйста, прошивает защиту, здесь удар слева. И еще один. Быстро. Много. Много работает. И точно. Тищенко, да, и точно. И не дает, не дает подойти и врезать сопернику. И вот этот общий тоннаж, он начинает сказываться. Заметьте, насколько так подзаметивался. Снова Дмитрий. Хорошая комбинация снова от Евгения. Пока все хорошо у Тищенко складывается в этом поединке. Причин для манхолии нет, но все равно быть нужно на чеку Дима. Даже несмотря на то, что бой проигрывает, он по-прежнему опасный панчер. И, коллега, мы знали с тобой примеры в мировом боксе, когда человек, который безнадежно летел по очкам, наносил один точный удар, и это переворачивало игру, так скажем. Но опять тяжелый удар с дальней руки сейчас попадает Евгений. Снова сдвоенный джеб от Тищенко. Вот, попал слева Кудряшов, ну да, один удар, точный зараунд пока что. О, хорошо же отложился Тищенко в двойку. Подожми, 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 подсказывают и Зуба Кудряшову, но пока не получается у него, не получается пройти вот этот джеб. Тищенко все правильно делает. Вот этот джеб, он сбивает, сбивает, начало, ну так скажем, немного... Не получается вот так вот головой уходить, то в одну, то в другую сторону, Кудряшов, то... Не особо что помогает, если начинает прорастать по туловищу. О, попал справа, ну, опять второй удар за раунд точно. О, хорошо, сейчас справа покололит. А Евгения Тищенко... Махни справа, подсказывают, махнул и получил тут же в ответ к серию. Заканчивается у нас шестой раунд. Валидорный бой, наверное, для наклонников, просто Кудряшова в первую очередь. Седьмой раунд из десяти запланированных пытается поджимать Дмитрий Кудряшов. Тут же отвечает хорошей серии и добавляет в повторную атаку Евгения Тищенко. Бабах, бум. Когда будет Кудряшов бить в этом раунде? Вот в чем вопрос. И сколько осталось сил вот на эти атаки? Да, совершенно. Это что-то еще подойти, а пока это не удавалось Дмитрию. Ну и момент тоннажем накапливаем мы его... Накапливаем его еще и... Все, извините. Да, мы знаем, что... Момент тоннажем тот не менял. Евгений очень хорошо, в принципе, функционально готов был к предыдущим. Да, 12 раундов он может работать вот в таком вот темпе. А тут всего 10. А тут всего 10. Ну, Дима соберись, но Дима... Пропущенный удар там от Дмитрия Кудряшова. Дмитрием Кудряшовым. Не знаю, куда должен собраться Дмитрий Кудряшов, но пропускает он очень много уже. Да, и катастрофически мало для себя выбрасывает ударов. Да, это проблема к нему. Он не может, не может сократить дистанцию, он не может подобраться на нужную для себя в те моменты, когда он прорывается. Каких-то таких дивидендов из этого он извлечь не может. Вот, взял паузу Тищенко. Где заполнение Кудряшова? Нет заполнения? И тут же два джеба точно снова от Евгения. Я думаю, что Дима все-таки уже... Ну, не то чтобы очень, но изрядно подустал все уже. Без заполнения, конечно. Состается впечатление такое, честно. Дима, 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 работай. О, вот, вот, копил силы, попал. Мало, мало одного удара. Да, и Евгений Тищенко так достаточно свободно перенес этот удар. Мы вспомним первый раунд, когда тоже Дима попал, так вроде подпятился Тищенко, но выдержал. Вот к вопросу, да, о том, что если Дима попадет, как справиться с этим мощным ударом Евгений Тищенко? Знаете что? Пока справляется. О, как плотно в плавище пробивает Евгений. На выбор прошла серийная работа. Пулеметная работа от Тищенко. А кувалда пока мимо на ковальне. И то очень редко. При всем уважении к Диме, в этом бою смотрится не очень хорошо. Надо поправить и сказать, наверное, пока до этого момента ни один из раундов он, наверное, не забрал. С учетом того, что в первом раунде, да, ему было еще что-то на отдал. Вот попал, но уже чувствуется, что не так много сил в ударе у Дмитрия осталось. Все-таки большое количество ударов. Он сейчас остро бросал тут. Но мимо. Дмитрий Кудряшов, но мимо, да. Макс. Восьмой раунд. Промазал Кудряшов. И тут же Тищенко выдает серию. Пожалуйста. Работать надо, бить надо. Вот такие были простые, нехитрые подсказки в углу у Димы Кудряшова. Но действительно надо бить. Там за предыдущий раунд сколько? Два или три удара с его Дима нанес. Снова хорошая комбинация от Евгения. Олимпийская школа бокса. Ну да, так серийно перебрасывает, перестреливает здесь своего соперника. Но ты знаешь, я не скажу, что Евгений тут шлепает, он в удары вкладывается. И это слышно по звуку, и чувствуется, что вот так. И как голова дергается у Дима. Физически. Да, подприбавил. Видно, что поатлетичнее стал все-таки Евгений. Но вот от него комбинация. Коллега, говорил ты или не говорил, а насчет удобства стилистической Дмитрия Кудряшова и Евгению Тищенко. Да, мне тоже показалось, что вот мы говорили это раундов несколько назад, что действительно, видимо, очень-очень удобен по всем своему манере ведения боя Дмитрий Кудряшов именно для Евгения Тищенко. Все правы, все правы. Действительно, хороший вопрос от тренера. Вот так вот промазался, но очень откровенно уж зарядился туда на правую руку, что это было видно. Ну да, я думаю, Тищенко видел этот удар. Возможно, я немножко забегаю вперед, но скажу так, рискну, кому-то же надо. Будете потом меня обвинять во всем. А от поражения Кудряшова спасет только нокаут. Все. Даже несмотря на то, что еще восьмой раунд. А это иногда даже больно смотреть, если честно. Вот, правую кинул, но мало одного-то удара. Те удары, которые Тищенко пропускал от Кудряшова, он с ними справлялся, он их кушал. Вопросы о том, как держит Тищенко. Пока что держит очень неплохо. Но Евгений очень грамотно, конечно, смещается на ногах, постоянно-постоянно немного закручивает. И вот он закручивает с этим джебом. Нам показывает Мехакима Сабурова. Первый бой. Подругался Мехакима у Евгения Кудряшова. Евгений Тищенко, простите. И сейчас Евгений сместился вовремя в тот момент, когда уже практически выбрасывал правый прямой здесь Дмитрий Кудряшов. Евгений Тищенко вовремя сместился и удар Дмитрия пролетел мимо. Ну и тут, конечно, значительная разница в том, кто готов функционально. Мы видим, что, надо сейчас сказать уже к восьмому раунду, на голову лучше готов функционально именно Евгений Тищенко. То есть, я думаю, если мы увидели статистику с вами, то это был бы колоссальный разрыв. Даже не в количестве выброшенных, а в количестве донесенных ударов. Тайм. И точно причем. Все, все получается у Евгения в этом поединке. Да. Даже нокдаун успел оформить. Может быть флешка, но тем не менее нокдаун есть нокдаун. Опять так, передней рукой, передней рукой постоянно мешает, постоянно забрасывает здесь Евгений. Но не дает прицелиться, не дает как бы оформить атаку вот этим джебом. Да, и вот эти одиночные удары своего соперника всегда видит все-таки Евгений. Попал, я думаю, в предыдущем эпизоде, но мало. Попал, да, и чувствуется, что уже не так плотно, да. Но у самого Дмитрия Кудряшова мы видим такие достаточно большие гематомы уже и под левым, и под правым глазом. И это не от столкновения головами. Бой вообще практически. Тисты мы почти не видели клинча. Это и хорошо для зрелищности, кстати. Ох, какая двойка. А здесь повторная бы атака не помешала Евгению. О, бросил в правую. Одиночный, но все видит тут Евгений, смещается. Такой, знаешь... Ох, такой почтовенный, мне кажется, чуть качнуло здесь металл. Да, да, да. Если перефразировать классику, это такое, знаешь, хождение по муку. Лево, 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 работаем. По сути. Ну вот вспомнил про Джефф Дмитрий Кудряшов, не поздновато ли. Через Джефф он пытается подойти поближе и врезать. Вот, есть лево удар. Но он, мне кажется, так поздно проснулся, мне кажется. Спокойно перенес это Евгений. Да, Женя те удары, которые от Димы пропускал, кушал, не морщась. К вопросу одержал. Меньше минуты остается до конца девятого раунда. Бах-бах и все, цель. И еще туда же. Ноги-ноги подсказывают из угла здесь Евгений Тищенко. Тут же начинает он немножко закручивать. Бьет Джет на отходе. Двоечка. Джет. Попытался что-то сделать Дима, но успел до этого пропустить. И сейчас еще раз пропустил. Ну и да, прям такие гематомы. Совершенно ты прав, коллега. И все от ударов. И все сугубо от ударов. Заканчивается девятый раунд. Вот справа бросил удар Дима, но... Поддержим бойца. Подойдите ко мне. Финальный раунд. Чисто поработайте. Бакс. Но под правым глазом, да, у Дмитрия Кудряшова прям серьезная гематома. Ох, какая серия тут разряжается Евгений Тищенко. Пропразум на скачке Кудряшов тут же серия от Тищенко. Да, функционально Женя готов отлично. Просто отлично. Вот такие четырех-пятиударные комбинации он выбрасывает в начале заключительного десятого раунда. Вот, кое-что удалось и Дмитрия Кудряшову. Но нужно работать здесь. Все поращите. Мне показалось, что удар все-таки точность был. Подходи, работай. Последний раунд. Один вариант попасть и добить, если получится. Но Женя Тищенко тоже прекрасно поднимает это. И, пожалуй, шансов постарается Диме Кудряшову не дать. Ни в коем случае. Женя Копус от Кудряшова. Хорошая комбинация снова, да, от Евгения. Ждет. Левая, левая, правая, Дима. Честно говоря, тут комментируют, но, понимаете, это да. О, попытался, да, согласен. Кудряшов тут же отвечает Тищенко. Евгений видит все эти атаки. Да. Нему, Дима, сниму. Хороший черт. Вот здесь Евгений Тищенко. Руки где? Нему, Дима, сниму. Еще раз туда завалился с левым боковым, и у нас клинч. Ножки поживей, подсказка, например, Хакима Самурова и Евгению Тищенко. Деп, деп, деп. Стук, стук, стук. Тук, тук, тук. Левая, левая и правая. Ну, бить надо. Бить, бить. Пошла заключительная минута у нас поединка. Да. Вот так вот выбросил правый прямой Дмитрий Кудряшов, но не точно. О, да, пошел с передней рукой, когда на встречу с правой Тищенко. Пытается, пытается так немного подкактовку в раунду из клинки Дмитрий. У него нет других вариантов, вопрос, остались ли силы и как с прицелом. С прицелом не очень, судя по всему, к сожалению, для Димы. Ну, на выбор, на выбор Робор Тищенко, прям просто на выбор. Последние буквально секунды поединка не попал здесь Дима. Снова левый сбоку мимо. И точно угол работает и в лицо Джебаса Евгения Тищенко. Уважаемые дамы и господа, итак, поединок прошел всю дистанцию. По окончании 10 раундов обратимся к судейским запискам. Судья Серджио Сильвий, 99-90. Судья Франциско Айоза Росса, 189. Судья Николас Идальго, 189. Единогласным решением судей победу одерживает и становится новым чемпионом WBC International Евгений Тищенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова